Заседание городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений противодействию коррупции прошло в Акимате Экибастуза. С первым докладом выступил исполняющий обязанности начальника местной полицейской службы управления внутренних дел города Экибастуза Бахачан Инкарбаев. За два месяца 2017 года на территории Экибастузского региона наблюдается снижение рецидивной преступности. Так, 38 ранее судимыми лицами совершено 51 уголовное правонарушение. За аналогичный период времени 2016 года совершено 57 правонарушений, которые совершили более 50 лиц. Как отметил Бахачан Инкарбаев, одним из приоритетных направлений профилактической работы участковыми инспекторами полиции в отношении бывших заключенных является оказание содействия в трудоустройстве. Наряду с профилактическими работами по борьбе с рецидивной преступностью ведется работа с алкогольной и подростковой преступностью. По словам докладчика, на данный момент наблюдается снижение подростковых правонарушений. По итогам двух месяцев 2017 года в Экибастузском регионе наблюдается снижение подростковой преступности на 60% с 5 до 2 преступлений. Далее о проделанной работе и принятых мерах касательно законности и дисциплины в образовательных учреждениях города присутствующих ознакомила руководитель отдела образования Нуржамал Макумова. В рамках профилактики коррупции в системе образования отдела совместно с Межрайонным управлением национальных групп по профилактической коррупции ОКИ Батруску региона составлен совместный план на 5 секунд противодействия коррупции в интеллективном образовании на 17 год. Согласно плану, для руководителя организации образования и работников отдела проводится правоводительство по разъяснению нового действующего законодательства Республики Колоса. За истекший период 2017 года было проведено два правовых силучия, в ходе которых были даны разъяснения по единическому кодексу государственных служащих и по правилам проведения тестации административных государственных служащих корпуса Б. По словам Нуржамал Макумовы, наряду с мероприятиями по профилактике коррупционных нарушений на руководители организации образования, приказом отдела и должностной инструкции возложена персональная ответственность за недопущение фактов коррупции. После доклада Аким города Кайратнукенов дал поручение усилить меры по борьбе с коррупцией во всех подведомственных организациях отдела образования. Наряду с этим Аким поручил всем уполномоченным органам держать на контроле исполнение антикоррупционной стратегии и плана противодействия теневой экономике.